Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на международной промышленной выставке Иннопром Центральной Азии. В эти дни наша студия работает в Узбекистане, говорим про инновации и новые точки развития промышленности. У нас в гостях исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский. Денис Владимирович, добрый день. Добрый день, спасибо, что пригласили. Ассоциация объединяет индустриальные парки, особо экономические зоны, территории, которые предназначены для того, чтобы инвесторы размещали там предприятия свои. В сегодняшних реалиях, насколько актуально такое объединение усилий и какой эффект это дает? Ну, объединение усилий всегда особо актуально в какие-то кризисные моменты, поэтому у нас прибавлялась работа во все кризисы и в 2014-2015 годах, и во время пандемии у нас был антикризисный штаб на базе ассоциации. Ну и сейчас не самый, за плечами 22-й год, не самый простой, вызовы, в общем-то, для всей экономики имеются, да, поэтому для индустриальных парков тоже. Объединение усилий сейчас крайне актуально, при том, как в разрезе работы с нормативной базой, потому что изменений по-прежнему много, так и в направлении работы с инвесторами. Меняется сильно вообще инвестиционное сообщество всего мира, меняется география инвестиций, меняется характер спроса на услуги индустриальных парков, поэтому есть чем заняться. Какой он характер спроса на услуги индустриальных парков сегодня? Спрос очень сильно изменился, началось это на самом деле еще в 2020 году, просто не все поняли, что это начало, конца глобализации, тогда первые начали давать сбой глобальной циклочке поставок, у нас тогда впервые стали останавливаться предприятия из-за того, что было невозможно доставить комплектующий на завод вовремя, вы помните это время, это была такая репетиция. В 2022 году по известным событиям все эти тенденции катализировались и в общем-то дошли до абсолюта. Соответственно полностью изменилась география поставок на существующие предприятия, изменился вообще в принципе подход к локализации. То есть то, основанное на каком-то глобальном распределении по миру разных компонентов комплектующих, та модель, она перестала работать. Почему? Невозможно поставлять по разным причинам. Санкции, где-то там логистика сложная, неналаженные пути, где-то мощностей не хватает в портах, опять же из-за того, что потоки перенаправились. Поэтому мы же последние два года только и говорим об этом, задержки поставок, сбои поставок и так далее. И вот в этих условиях компания по всему миру, на самом деле, это не только я сейчас говорю про Россию, это общий мировой тренд. Они стали тяготеть к такой локальной автономности и очень активно, очень быстро искать локальных уступщиков. Это сильно повлияло, конечно, на спрос на индустриальную недвижимость. Потому что, во-первых, появились компании, которые готовы очень быстро замещать уходящих поставщиков, ну, например, в России. Это российские компании, турецкие компании, которые быстрее всего в Турции отреагировало, но на самом деле и китайцы там очень много работают в этом направлении. Ну и, конечно, российские предприятия. Ниши освободились, их надо очень быстро занимать. Соответственно, то, что раньше можно было годами реализовывать инвестиционные проекты, сейчас укладывается буквально в месяц. То, что измерялось годами, сейчас измеряется месяцами. Соответственно, спрос увеличился на готовые площади. Потому что компании в текущих условиях, в текущих реалиях не рассматривают сценарий купить землю, но потом спроектировать, потом построить здание. Нужно готовое уже здание. Что касается зарубежных инвестиций. Ну, вот последний год мы с Большой Пасхой про это говорим. Мы наблюдали отток игроков с российских рынков. Будут ли они зарубежные инвестиции? Если будут, то когда? Да, ну, насчет, во-первых, хотел прокомментировать сразу, насчет оттока. Мы в индустриальных парках не наблюдали какого-то массового ухода или там закрытия предприятий. Речь шла скорее о смене собственника. И это продолжающийся процесс. У нас действительно есть многие предприятия, которые принадлежали в основном компаниям западного мира. И они меняют структуру собственности либо в пользу российских бенефициаров, либо в пользу каких-то других иностранных акционеров из дружеских стран. Это первый процесс. Но на занятые площади в индустриальных парках не сильно влияет, потому что предприятие в большинстве своем продолжает работать. Речь идет о корпоративной структуре собственности и управления. Это первое. Если говорить про новые инвестиции, то опять же я здесь не вижу никакого впада. Ну если мы статистику откроем, вот мы сейчас итоги 2022 года подвели, наверное мы по цифрам увидим там небольшое снижение занятых площадей, но оно техническое. И это связано с тем, что многие в 2022 году на несколько месяцев замораживались, приостанавливались, потому что было очень много неопределенности в рынке. Но это реально не отмена проектов, это приостановка краткосрочная. Поэтому я думаю, что эта просадка статистически, она где-то на уровне погрешности, но с техническим характером и компенсируется возрастающим спросом в 2023 году. Мы это уже видим. География иностранных инвестиций, будут ли они? Точно да. Да, естественно, что просто радикальным образом меняется география инвестиций. Вот в индустриальных парках мы никогда, в прошлое десятилетие мы очень активно занимались, работая с иностранными инвесторами. И примерно 50% всех инвестиций, накопленных за прошлые 10 лет, принадлежат иностранным инвесторам. И в основном, конечно, это западный мир. То есть, опять же, я сейчас говорю про прошлые периоды. В прошлом у нас первое место с большим отрывом от других локаций занимает Германия, как экономика номер один, которая инвестировала очень много в локализацию производства. Потом, в общем-то, с отрывом, но идут такие страны, как США, Япония, Корея. Действительно, сейчас, наверное, нам не стоит ожидать инвестиций из этих стран. Они почти прекратились, но не полностью. У нас есть сейчас в работе в индустриальных парках в обсуждении и проработке проекта из стран Западной Европы. Да, такие проекты есть, но это не тренд, это, скорее, какая-то мизерная часть. То есть, настолько великое желание прийти на российский рынок? Ну, импортировать сложно. Небольшие компании, если говорить про малый и средний бизнес из Европы, они не находятся прям под каким-то пристальным вниманием, в отличие от крупных компаний. Они могут себе позволить реализовать инвестиционные проекты в России. Не хотят терять российский рынок, поэтому готовы открывать производство. Ну, рынок терять никто не хочет. Крупным корпорациям сложнее, потому что они, может быть, сильно на виду, и в их портфеле, если, допустим, российский рынок занимает меньше 5%, ну, наверное, там есть о чем подумать. А для небольших компаний, особенно у тех, для которых российский рынок занимает ну, какие-то десятки процентов, у кого-то, может быть, и треть портфеля, конечно, это недопустимо потерять такой рынок. Просто это убийственно для бизнеса. Поэтому предлагать будут такие компании все усилия для того, чтобы сохранить присутствие на рынке. Опять же, поставлять сложно, поэтому есть всегда опция локализовать. Но при этом, если говорить, опять же, про российский рынок, локализовать такое производство международные компании могут не только в России, но и в дружеских странах. Поэтому здесь, сейчас, в Узбекистане, где вчера открылся индустриальный парк с российской управляющей компанией, это уже второй индустриальный парк под управлением россиян в Узбекистане. Вчера в городе Джизак открылся такой индустриальный парк. И третий индустриальный парк с участием россиян сейчас прорабатывается. Пока не буду забегать вперед, но мы провели вчера очень плодотворные и многообещающие переговоры на эту тему. Возвращаясь к вопросу иностранных инвесторов, у нас появляется новая география, новые страны, мы не привыкли получать инвестиции от них. Это, например, Китай. Наверное, многим покажется странам, вроде китайцы крупная экономика и, наверное, что-то инвестировали в Россию. Да, инвестировали, но только не в промышленность. Это были в прежние годы, в прежние периоды страны Китая мы могли рассчитывать на инвестиции в сфере недвижимости, наверное, в сфере складов, в сфере логистической инфраструктуры, ну и какие-то, может быть, там, подспельные инвестиции. Но в производстве нет. Сейчас ситуация сильно поменялась, Китай другой. Во-первых, Китай стал намного более технологичным, то есть если там 10 лет назад мы, наверное, скорее конкурировали с Китаем за локализацию компаний западного мира, то сейчас это совершенно другая экономика. Сейчас Китай становится самодостаточной в плане технологий, и китайские компании сами становятся инвесторами, в том числе для размещения производства за рубежом. Это новая тенденция, и особенно учитывая политическую обстановку, учитывая недавний государственный визит лидера Китая в Россию и договоренности между главами двух стран создана платформа для того, чтобы сейчас мы получили всплеск проектов локализации именно китайских компаний. Мы говорим про особые экономические зоны в России. Не очень благодарный вопрос, но тем не менее не могу их спросить. Какие экономические зоны в каких регионах вы могли бы назвать наиболее успешными в общей федеральной практике? Да, ну я здесь, наверное, вас немножко разочарую, потому что имена особо экономических зон не прозвучат, но я объясню причину. Дело в том, что главный критерий и в индустриальном парке, и в особо экономической зоне – это возраст проекта. Вот те, кто сейчас прям очевидные лидеры, кого мы прям точно знаем как самые лучшие проекты в индустриальном парке, особо экономической зоне, они 10 лет назад или там 7 лет назад были просто пустыми. Это не значит, что они плохие. Сейчас это звезды. Сейчас мы показываем тысячи гектаров, заполнены суперсовременными предприятиями. Но причина такого успеха заключается в том, что просто 7-8 лет коллеги интенсивно работали над площадкой. Поэтому сейчас будет неправильно и несправедливо их как-то делать лучше с теми, кто находится на первом или втором годе жизни. Потому что я вас уверяю, при правильной работе те площадки, пустующие сейчас, мы там через 5-7 лет будем показывать как лучшие практики. По большому счету мы заблаговременно подготовились к изменениям на рынке и к новым потребностям промышленников. Ну да, слава богу, было время на раскачку. Предыдущие 10 лет прошли довольно спокойно, но в последнее время интенсивность развития нашей сферы сильно, магнитуда сильно взросла. И это не может не радовать. По большому счету. Спасибо большое. Спасибо вам. У нас в гостях был исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский. Спасибо.